Что там с фильмом Духлес? Значит, Духлесом занимается Федор Сергеевич Бондарчук, который мне сказал, что все уже, они нашли прокатчик, они договорились, и вот-вот-вот-вот, наверное, в январе они его выпустят. Последняя информация была о том, что они его выпустят в сентябре, в сентябре этого не состоялось, поэтому отвечаю на вопрос, который мне приходит по 12 раз на дню. Я думаю, что это будет январь, хотя я не уверен. Не зачитывая Веллера вслух, нет, не буду. Скажи свое мнение по произведению «Поколение Пи» и вообще про Пелевина. Пелевин один из моих любимейших отечественных писателей. Про большое правительство. Значит, завтра будет эфир, посвященный большому правительству. Мы так много в интернете последние две недели трещали про создание дискуссионных площадок для обратной связи. Завтра я в студию приглашу трех, может быть больше, блогеров, которые представляют разные мнения, и мы с ними попытаемся поговорить о том, что происходит в Рунете. Потому что действительно, когда задается вопрос, что бы вы хотели изменить в развитии Рунета, никто ничего менять не будет, Рунет – это вещь, которая развивается сама по себе. Просто есть моменты, которые касаются некоторых активных социальных групп. Кто-то там боится за детишек, которые смотрят порнографию, кто-то говорит об авторских правах и так далее. Вот об этих вещах мы, наверное, завтра попытаемся говорить. Когда новая книга? Новая книга выйдет через, наверное, месяц. Мы на следующей неделе приступим к верстке обложки. Вся корректура уже прошла, текст готов к печати. Что с Дуровым? Значит, с Дуровым я последний раз общался две недели назад. У нас есть вероятность, я говорю есть вероятность, потому что у меня нет жесткого подтверждения даты, что Павел Дуров появится в эфире Минаев Лайф в декабре. Когда будут актуальные для интернета люди? А назовите, что за актуальные люди. У нас, по-моему, актуальнее людей, чем в Минаев Лайф не бывает нигде. Дельфин ожидается или ожидается ли Кровосток? Да, мы ведем переговоры с Дельфином и с Кровостоком. У Дельфина просто очень жесткое расписание. В связи с чем Веллер? Что вдруг вспомнили? Я с Михаловичем достаточно давно общаюсь. У нас дружеские отношения. Я всегда хотел с ним сделать нормальное, большое интервью, без вот этих вот коротких вспышек, которые мы делаем в ток-шоу. Что еще? Когда пригласишь Гордона? С Гордоном я еще не связывался. Я Навальному предложил прийти в эфирме на Айф Лайф в Твиттере. Это было неделю назад. Ответа до сих пор жду. Когда люди говорят о том, что вот есть цензура на телевидении, на радио, здесь цензуры нет. Напомню, что я приглашал журналиста Кашина, который отказался прийти в Минайф Лайф. Вот теперь жду Навального. Еще раз, ребят, здесь свободная площадка, приходите, кто хотите. Ну, с одним условием, что этот человек будет интересен мне. Как я отношусь к легалайзу? Я считаю, что легалайз в России разрешать нельзя. Хотя сам я отношусь к нему нормально, как вы понимаете. Потому что у нас любое послабление в области наркотического законодательства сразу будет вызывать анархию. То есть, переводя на русский язык, если завтра ты разрешишь людям курить траву, они начнут жахаться героином. Какой гость следующий? В четверг у нас будет Тигран Киасаян, который запустил свое новое шоу на РЕН-ТВ. Как я издавал свою первую книгу? Ну, слушайте, это история с шестилетней давности. Герман Стерлигов или Александр Никонов? Будет Стерлигову я не думаю, что я буду приглашать. Насчет Никонова, ну, можно подумать. Но с другой стороны, я просто... Ребят, сюда приходят люди в основном, которые либо сами события, либо участвовали в каких-то больших событиях. Ну, ни первый, ни второй. Их с натяжкой можно отнести к большим медиаперсонам. Блогеров-обзорщиков, например. Значит, ребят, Макс-100500 здесь уже был, смотрите архив. Майдак-Вижн здесь был в полном составе, Усачев здесь был. Не было только Камикадзе, но в какой-то момент он здесь появится. Когда будет каста? Вот на этот вопрос я ответить не могу, не знаю. Позовите Лебедева. Насколько я понимаю, Тёма Лебедев не ходит никогда никуда, а уговаривать... Ну, уговаривать можно было, когда у Минаев Лайф был первый эфир, второй эфир, третий. Сейчас, когда у нас как бы Лайна просписана на две недели, и мы там тасуем героев уже как удобно, и нам, и, конечно же, героям, уговаривать никого не хочу. Про Дуров я уже ответил. Будешь ли ты ругаться матом при Михаиле Осич? Как пойдёт. Про касту и дельфины я уже ответил. Сколько сегодня будет зрителей в пике? Пока не знаю. Вот меня 14 тысяч смотрят, мне приятно. Серёга, как с тобой связаться? Напишите на почту, которая указана на сайте Минаев Лайф. Товарищ, а где у нас Михаил Осич всё-таки? 21.05 время. А где он стоит? А, он на Большом Каменном мосту. Ну, то есть минут через 10. Невзоров в студии был. Мы делали выездной эфир. Вопрос, когда будет Невзоров. Был выездной эфир на Питерском экономическом форуме. И Александр Глебович час-двадцать давал мне интервью. Это одно из самых лучших интервью, которое мы делали в рамках Минаев Лайф. Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр. Гугл Хром или опера, я не знаю, я ламер. Биг Бидер в эфире, ребят. Ну, эфир надо с Биг Бидером делать на английском. И я не думаю, что уровень аудитории позволит всем понимать. А делать сурдоперифор, ты служил субтитры внизу, ну это какой-то лофт-дэнс-парад. Третий раз в Краснодаре прямой эфир, невозможно смотреть. Краснодар, напишите почему. Сергей, зови Навального. Я уже позвал Навального. Жду ответа от Навального. Костю Рыкова в студию. Костя стесняется приходить в прямой эфир. Ну, я постараюсь его как-нибудь затащить. Будут ли кто джазовые музыканты? Наверное, нет. Потому что джаз настолько непопулярен у нас в стране, что, я думаю, интерес пригласать человека, которого знают пять любителей, ну, скажем, невелик. Выпуск норма. Да, выпуск норма. Где находится ваша студия? Наша студия находится на Красном Октябре. Новодворская для меня тоже неинтересна, потому что, ну, ребят, ну, что сидеть? Ну, я, конечно, понимаю, что по фану она придет и скажет «Птеродактили расселись по кремлевским зубцам». Все патролят это. Ну, как бы, ну, а смысл эфира-то в чем? Когда будет Андрей Малах? Ой, не знаю, даже его и не планировал. А надо? Дмитрий Пучков. Дмитрий Пучков это гоблин, кажется, да? Ну, может быть, я его не знаю лично. Может быть, мы можем попробовать. Пригласи потупчик. Потупчик, хорошо, позвоню потупчик, приглашу потупчик. А, Михалович поднимается по лестнице уже. Зовите Цыплухина. Хорошо, позовем Цыплухина. Тогда же интересно получается. Ну, нет, ну, послушайте, ребят, занимать эфирное пространство вопросами Минаева против Минаева, это как-то не очень весело. Катя Самбука уже была у нас, чувак, ты все пропустил. Катя Самбука лежит на сайте в архиве. Зови диджеев. Пригласите Кадырова. Я думаю, что это будет сложно, он не придет. Зови диджеев. Отлично. Я и фотографии Виллера набрали 16 тысяч. Что у нас еще? Децл будет, Нагана. Ребят, ну, Нагана я пытаюсь второй месяц звать, но человек расписан похлеще, чем Курт Кобейн. Я иначе не могу объяснить, почему его продюсеры все время говорят, что он занят. Гуфа. С Гуфом мы... А какое число у нас Гуф приблизительно стоит? А? У нас Гуф, по-моему, мы ведем переговор, что он в декабре к нам пришел. А, понятно. Децл? Не, наверное, Децл не будет. Пелевина очень трудно найти. Думаю, что я его не позову, потому что просто не найду. Так. Просим. Это кто был, я не увидел. Быкова и Ефремова. Да, хороший момент. Николай Стариков. Вот, в последнее время у меня там по пять раз на дню спрашивают про Николая Старикова. Я с творчеством Николая не знаком. Я почитал его блог. Я думаю, что мы его в один из эфиров, конечно, пригласим. Это довольно интересный персонаж. Если ему, конечно, будет интересно сюда прийти. Стаса Борецкого. Ну, можем позвать Борецкого. О, там промелькнуло этого самого лицо. Кушанашвили. А Тарика, кстати, можно позвать. Со Шнуром мы созванивались. Вполне возможно, что в ноябре Шнур будет в этой студии. Собчак еще раз. Ну, через какой-то момент, да. Он в хак... А, мне подсказывает редакция, что Кушанашвили работает в Украине у нас. Мэдди, Мэдди. Это Мэдисона? А я уже не успеваю читать ленту. Ребят, я не могу. У меня глаза, это самое. А за счет чего окупается передача Минаев Лайф, откуда Минаева платят зарплату? Зеленые человечки, кровавый режим, и губня оплачивает Минаев Лайф, все об этом знают. Я 10 раз говорил, что это инвесторский проект. Ну, что-то мы собираем на продакт-плейсменте, конечно. Потом, когда будем большие, продадимся какому-то медиамагнату, заработаем денег, и опять будем... У-у-у, Блэкджек и шлюхи. Фурсенко, да, Фурсенко, я думаю, не придет. Аршавина. И 45 минут тишины. Андрей, добрый вечер. Привет. Окей. Сорокина. Да, Сорокина я бы с удовольствием пригласил. Закрытие нереальной политики. Что нереальное? Ну, закрыли нереальную политику. Но, насколько я понимаю, Тина Канделаки и Колесникова решили закрыть этот проект. Это их решение. Привет из Дзержинска. Будет ли Полонский? Полонский был во втором эфире Минаев Лайф вместе с Мишей Дворковичем и Чичваркиным по скайпу. Мы буквально сегодня с Полонским обсуждали сделать с ним интервью один на один. И с Чичваркиным тоже я хочу сделать большое интервью один на один. Было бы интересно видеть статистику просмотров Минаев Лайф по городам, которые ты однажды оглашал в Твиттере. Возможно ли? Хорошо, сделаем карту вещания, повесим. Через две минуты будет Михаил Ивич Виллер. Даешь Гуфу? Гуфу дам. Нойза, кстати, Вася Обломов пообещал мне Нойза сюда, дать мне контакт Нойза и Нойза сюда затащить. Я бы с Нойзом с удовольствием пообщался. Что с Духрисом? Я отвечал уже про Духрис 10 раз. Ну, ребят, ну вот только 15 минут назад отвечал. Мэдисон, хорошо. Оливера, кого я не успеваю. Скажи, что я мудак и я буду счастлив. Ты мудак. Я просто пропустил твою фамилию, она мелькнула. Урганта. Урганта хорошо, его было позвать, кстати. С модема не айс смотреть. Чувак, ну с модема вообще жизнь не айс, как бы. И с плохим интернетом-то жизни, пожалуй, нет. Навального не было. Я Навального пригласил, пока жду его. Готовы продаться Mail.ru или как дуров пошлете их? Я с удовольствием продам 50% никаких проблем. Была бы цена хорошая. Антон Уральский, я не знаю, кто это. Шевчук. Не думаю, что он придет. Насколько я знаю, Шевчук, он уже отказался, да? Шевчук отказался приходить в эфир Минайфлайф. А что сказал? Он сказал, что он не ходит в такие программы. Какие такие, я, правда, не понимаю. Но, тем не менее. Мэдисон будет, да. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Что еще? Так, про Быкова я уже сказал. Но Быков ко мне не придет, он меня не любит, на самом деле. Поэтому у нас очень фиговые отношения. Он всегда про меня обсерки писал. Поэтому я не думаю, что он ко мне придет в эфир. Прохорова. Прохоров отказался мне четыре раза приходить, еще когда он занимался политикой. Что, собственно, еще? Ну, дальше уже какой-то троллинг, наверное, пошел, да? Я его читать не буду. Кто-то ссал в рот своей маме. Это приятно всегда узнать о человеке. Мартиросян. Мартиросян, кстати, интересный момент. Мы на прошлой неделе познакомились с Гариком Бульдогом Харламовым. И я, честно говоря, человека с таким чувством юмора еще не встречал. Я думаю, что и одного, и второго я бы с удовольствием вытащил в Минаев Лайф посидеть, поржать. Галустяна тоже, возможно. Начинает лагать видео. Ну, ребят, у нас просмотры как бы растут. Вот что-то 18-900, я думаю, что поэтому и лаги пошли. У нас лаги каждый эфир, извините, технологии пока несовершенны. Соловьев. Да, мы с Леонидом Рудольфовичем говорили об этом. Я думаю, что надо как-то освежить наш телефонный переговор и пригласить его в студию. Он сказал, что с удовольствием придет. Это было, наверное, месяц назад. Березовского я не приглашу. Для этого, наверное, придется в Лондон поехать. А это слишком большие затраты. Через одну минуту Михаил Осьшвеллер будет в прямом эфире Минаев Лайф. Почему Олег Тиньков отказал и почему вы ругаетесь с ним? Я уже с ним давно не ругаюсь. Отказал он мне на старте нашего проекта. Больше мы к этому вопросу не обращались. И я помню, что он сказал, что он готов говорить о бизнесе. А только о бизнесе мне говорить совершенно неинтересно. Хорошо, Борецкого позовем обязательно. Я тоже Стаса уважаю, люблю и почитаю. Я думаю, что мы его позовем обязательно. Что еще? Собянин не придет, это совершенно очевидно. Пальчиков, я не знаю, кто такой Пальчиков. Павел Воля. Ребят, с юмористами перебор. Я думаю, одного-двух приглашу, но не больше. Михаил Осьшвеллер в студии Минаев Лайф. Михаил Осьшвеллер. Толя, а ты перебивочку дашь, прежде чем посадить по креслу? Толь, да, 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 а я потом расскажу. Гордона, хорошо, мы свяжемся с Гордоном. Михаил Осьшвеллер. Дорогой. Мое почтение. Мое почтение, привет. Теорище добрый. Дайте отбивочку, мы рассядемся, я быстро расскажу, что происходит. Я с Аттан доехал. И так понятно. Ну дайте, прям кат сделай и все. Я сел на сына... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы в кадр вернулись. Михаил Осьшвеллер в студии Минаев Лайф. Михаил Осьшвеллер, добрый вечер. Мое почтение и вечер добрый. Мост стоит? Мост сейчас едет. После меня едет все. Передо мной заторы. Я начал сейчас читать стенки. Начал читать вопросы. И у меня сегодня, почему-то весь день так получилось, с кем я не встречаюсь, все говорят о русском марше. И я перед тем, как эфир это значит начать, я читал интервью Виллера «Эхо Москвы». И мне там показалась... Вообще дискуссия о национализме, она всегда очень странная. Особенно на «Эхо Москвы». Там просто я... Девушка, которая брала интервью, ну как же, вот эти люди, они же нехорошие. У них, значит, вы считаете, что национализм это плохо. Сегодня я открываю большой город, там тоже на весь разворот, значит, статья о том, что, значит, как это плохо, что у нас там русские марши и так далее и тому подобное. Все-таки вот из первых уст, вот национализм – это что такое в России? Значит, по порядку. Голодать – это плохо, когда человек умирает с голоду. А когда он умирает от ожирения, то голодать – это хорошо. Социализм – это плохо, когда все закостенело от того, что все расписано. А когда хищники грабят всех, кого могут, то больше социализма – это хорошо. То есть ничто не хорошо, не плохо само по себе, все зависит от ситуации и от, я бы сказал, пропорций. Когда в стране господствует национализм, шовинизм, фашизм, и только так все и устроено, тогда это плохо. А когда вовсе даже наоборот народ топчут ногами и не дают поднять на самом деле головы, то тогда национализм – это хорошо. Потому что, в принципе, между национализмом и патриотизмом такую жесткую карандашную бритвенную линию провести нельзя. В 1941 году, в июне-июле, по инерции первой недели, товарищи политруки продолжали говорить, что мы воюем не против немцев, мы воюем против фашистов, а немцы – это великий народ, народ Шиллера и Гёта и так далее. Действительно говорили? Именно так. Прошло полгода, поняли, что дело плохо, что судьба страны вообще висит на краю, что нужно включать все механизмы. И включили не просто патриотизм, включили самый жесткий шовинизм. То есть, все немецкое смешивалось с дерьмом. Немцы – народ тупых свиней, немцы – жлобы, завоеватели, идиоты и так далее. А все наше самое отличное – осененные славы Суворова, Кутузова, Нахимова и Ушакова. Когда с разгона в 1944-1945 стали входить на немецкую территорию, понеслось такое, что пришлось включать обратные приказы, проводить показательные расстрелы и так далее, потому что от немецкого населения сплошь и рядом пух и перья летели. Так вот, любой национализм хорош, пока он патриотизм. Когда он превращается в шовинизм, уничтожающий другие народы, то это, наверное, очень плохо. Так вот, на мой взгляд, сегодня в России о русском шовинизме, уничтожающем другие народы, речи нет. Сегодня, к сожалению, имеется крен в обратную сторону. И когда, как-никак, а системообразующий народ, как-никак тот народ, который своей культурой создал эту великую страну, сплошь и рядом подвергается унижениям, и эти унижения ему объясняют, нужно проглатывать с толерантностью. Разумеется, это плохо. А если бы не было манежки, парень, который убил болельщика, получил бы 20 лет? Нет, это то, о чем я говорил на эхе, то, что я могу повторить, то, что понятно любому нормальному человеку. Ребята, которые в отделении милиции, компанию, которая убила, посмотрели, отпустили, должны сидеть на скамье подсудимых. Это они провоцируют национальную рознь, они совершили должностное преступление, они отпустили людей, которых обязаны были задержать, сделали они это за деньги или из личной любви к ним. Это нас не интересует. Совершенно верно, это мы сейчас не можем доказать. Если бы они их сразу закрыли, то, вероятнее всего, манежки бы не было. Михайлович, ну до этого же были патриаршие пруды, да? До этого было еще одно убийство в Питере, и все же так и продолжалось. Начинались рассказы про то, что у преступности нет национальности. Есть, есть. Она есть. И на самом деле, если бы людей на манежке тогда бы смяли жесточайшим образом, в следующий раз они пошли бы линчевать полицейский участок. Запросто. Дело в том, что до этого ведь была еще сагра. И если бы Евгений Ройзман не поднял бы там народ, они бы в результате осудили тех, кто защищался. Того, кто убил бандита, а не бандитов, которые хотели буквально вырезать эту деревню. До этого была Кондопога. Которую замяли, кстати. На месте Кондопога, которую замяли как могли. Представьте себе, что аналогичная Кондопога, вот в зеркальном варианте, происходила бы на территории Течни или Дагестана. Это невозможно представить. Абсолютно. Абсолютно. У меня вот такой вопрос. Вот что касается... Я очень хорошо понимаю, и у некоторых знаю даже ребят, которые выходили на русские марши, и которые не выходили на русские марши, но понимают, что там происходит. Они сидят в спальных районах Москвы. Работа у них есть либо низкооплачиваемая, либо ее нет вовсе. Понятно, что диаспорально районы уже не принадлежат им. Потому что у нас же начинают говорить, что Люблино — это вот этот диаспорный район, например, а Кузьминки — вот той. И так далее. То есть они начинают чувствовать себя чужими в своем городе. И вот мне просто непонятно с точки зрения политики государства, что делать с этим. Потому что патриотизм, а в данном случае это борьба за улицу, которая не принадлежит тебе, правильно, в бытовом плане. Ты должен либо на марш выходить, либо тебе должны сказать, нет, парень, смотри, на марш нельзя выходить, потому что это драка и бейсбольная бита. Вот тебе партия националистов, иди ее и поддерживай. Но ведь нет и этого. Вот что государство должно делать? Вы знаете, вот какое-то время назад в подъезде, в доме, где я живу, поселилась семья мусульман. Тихие, спокойные, чистые люди. Дай им Бог здоровья, ничего плохого. Вот чудные люди. Но вот я вхожу в подъезд, там две девочки в черных платках и в черных до пола юбках. Я с ними здороваюсь, ну, я с ними рефлекторно здороваюсь. Это приличный подъезд, и там все здороваются. Они молча отводят глаза. Я понимаю, не потому что они плохие или невоспитанные, это не чувство неприятности. Они не могут с мужчиной здоровья. Им нельзя. Я недавно вхожу в подъезд, а там одна из этих девочек обвешанная какими-то мелкими покупками. Я открываю лифт и говорю, заходите. И она вот как-то, ну, понимает, что отвернуться будет невежливо. Она говорит, мне нельзя ехать с мужчиной. Я говорю, ну да, тогда, конечно, еду сам. Она это вежливо сказала, мне немножко неприятно, потому что это некий чужой образ жизни. Его можно принимать, его можно уважать, но в ментальности, принятой здесь, это до крайности невежливо и провоцирует неприязнь. Это столкновение двух ментальностей. А как она должна себя вести? Ей должны родители сказать, чтобы она в лифте здоровалась, и чтобы она вела себя как европейка, перейти через свои каноны? Я подозреваю, что да. Потому что, когда мы говорим о манере поведения, нельзя жить в одной культуре и вести себя при этом так, как принято в другой культуре, общаясь вот так вот с народом. Ты невольно провоцируешь рознь, ты невольно подаешь сигнал, я чужой, я не такой, как ты, я живу по другим законам. При этом ты можешь быть прекрасный человек, там честный, когда накладывается на то, что папа этой девочки работает на рынке, ему принадлежит там четыре палатки, а родственник, родственник этой девушки его отмазали из милиции за день, когда об этом начинают во дворе проявлять слухи, вот тебе, пожалуй, вторая манежка. Может быть, ее папа работает, я не знаю, слесарем и водителем, это не имеет никакого значения. Вот про этих людей, вот кроме хорошего ничего не могу сказать, но эта манера поведения, она, к сожалению, провоцирует в людях отрицательные, скорее, чувства, над которыми они невластны. То есть, вот это старинное, не ходи со своим уставом в чужой монастырь. Это ровно то, что я никак не мог понять, что значит политика мультикультурности. Вот если ты приезжаешь за границу, ты же всегда видишь, как ведут себя люди и стараешься как-то чуть-чуть подстроиться, чтобы не выделяться и стараться соответствовать принятым здесь нормам. Ну как, я же не могу приехать и начинать говорить, что, вы знаете, а у нас так не принято, поэтому я буду себя вести, как будто я же не у себя, я в гости приехал. Слушайте, когда я давно-давно при советской власти, мне было 30 лет, у меня первые рассказы в журнале напечатали, в журнале «Лит Армения». И вот я сначала доехал до Баку, потом из Баку по железной дороге, в Баку меня принимали ребята из местной газеты, и они мне сказали, ты на девочек так не смотри. Я говорю, как так? Потому что я им не подмигивал, не делал никаких жестов. Ну да, смотрел, лето, девушки легко одеты. Ну у нас так не принято, у тебя могут быть неприятности. Больше я старался не смотреть, потому что мне объяснили, что за это могут хорошо товарить, потому что не принято. Потому что то, что, скажем, в Ленинграде не более чем нормально, в Баку может быть воспринято как хамство, наглость, посягательство и так далее. Везде свои привычки. Когда я впервые попал в Финляндию, впервые за границу, я был потрясён тем, что там никакая толпа не толкается. Ну не принято. После этого я стал как-то внимательно смотреть, чтобы самому никуда не толкать, хотя, скажем, в очереди в магазине в Ленинграде, что-то не толкается. У нас скайп есть. Дайте скайп. Анатолий, это в прямом эфире. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Меня волнует такой вопрос, на какие средства организовываются русские марши? Вот этого я первое не знаю. Второе никогда не думал. Третье. А я не понимаю, зачем здесь нужны средства, чтобы организовать. Вот когда-то я ходил на демонстрации, пока учился в школе, потом бросил. На какие средства они организовывались? Люди собирались и шли за то, что пройти пешком, платить деньги за билет не надо. Я не думаю, что здесь есть материальная подоплёка. Особенно в наше интернетное время, когда собрать людей несложно. Михаил Иванович, возвращаясь к вопросу, национализм и патриотизм, он как-то должен отражаться в государственной политике сегодня? Когда нет войны, когда нет очевидного врага, куда он должен выходить? В партийную систему, там должна быть отдельная партия, или государство должно декларировать, что вот есть одна культура, мы все в рамках неё живём. Как это должно по-вашему происходить? Я думаю, что этого не должно происходить. Я думаю, что нужно жить по уму, по совести и по справедливости. И тогда не нужно будет ничего придумывать специально. Потому что если был герой Советского Союза, лётчик Ахмедхан Султан, то не нужно доказывать, что татары тоже хорошо воевали. Это само собой разумеется, татары всегда хорошо воевали. Это относится очень много ко всему. Почему? Если царское правительство и царские войска к Шамилю, взяв в плен, отнеслись с полным почтением, они уважали его бойцовские качества, его несгибаемый дух, его свой, своего народа патриотизм. Так можно уважать сильного, достойного врага, особенно когда он уже перестал в силу твоей силы быть врагом. А если бы чеченцы взяли тогда или позже в плен Борятинского, они бы к нему так же отнеслись? Я думаю, что нет. Немного другие расклады. Но в традиции горских народов, в традиции боевых народов уважать сильного и храброго врага. Убить, но уважать. Дайте скайп ещё. Виктор, ты в прямом эфире. Добрый вечер. Здравствуйте, а что у тебя надежда на голове? Ну я просто поклонником являюсь. Человек-паука. Ну? Ну это плохо разве? Слушай, ну ты можешь какой-то вопрос задать или что? Да, конечно. Да, давай. Михаил, добрый вечер. Вечер добрый. Вы не раз заявляли, что оттали бы Курилы и Калининград. Не раз что? Как человек, считающий себя патриотом, может так вот разбазаривать территорию. Вы не раз заявляли, что вы отдали бы Курилы и Калининград. Понятно. Как человек, считающий себя патриотом. Большое спасибо. Понял. К сожалению, благополучно территорией России перестал быть город и порт Севастополь. Перестало быть город и порт Одесса. Перестали быть Полоск, Витебск и Орша. Перестали быть Харьков, Днепропетровск и Запорожье. Много что перестало быть. В этих условиях следует думать о том, что будет дальше. В том случае, если бы в перспективе мы могли удержать Курилы и Калининградскую область, то речь об их отдаче, я полагаю, и не должна была идти. Следует отдавать себе отчет в том, что государство сегодня не является сильным. И государство сегодня не крепчает. Следует отдавать себе отчет в том, что через несколько десятилетий не будет народа, которым можно держать Сибирь, Восточную, Приморье, Дальний Восток. Следует отдавать себе отчет в том, что реально Калининградская область сегодня уже ориентирована на Европу, а не на Россию. Таким образом, к сожалению, если мы стрелки прокрутим на 25 лет вперед, это области уже потерянные и уже отломившиеся. Как бы нам это ни не нравилось. Я говорил о том, что пока можно отдать с пользой для страны, народа и государства, пока можно отдать самим и с каким-то смыслом, то следует это делать, иначе оно отпадет само без всякого смысла. Вот что и имело. Михаил Иванович, а как можно отдать Курилу с пользой для страны? Я боюсь, что сегодня воровство достигло такого совершенства, что уже нельзя. Если бы речь шла, допустим, о 95-97-м годе, было все-таки немного полегче, потому что, по моему разумению, я эту точку зрения высказывал неоднократно, следовало создавать японские концессии на Дальнем Востоке и в Приморье, с тем, чтобы они конкурировали с китайцами, японцы и китайцы друг друга исторически не переваривают, а еще отдать концессии южным корейцам, которые не переваривают японцев взаимно, и с китайскими тоже не очень, чтобы они конкурировали друг с другом, и за решением конфликтов обращались в Москву, взамен на технологии и кредиты. Потому что сейчас Курильские острова продолжают являться и будут являться в обозримом будущем убыточными. Китай прибирает к себе Приморье явочным порядком, и мы продолжаем терять этот регион без всяких для себя, строго говоря, перспектив. Михалыч, Вы сказали про стрелки, которые можно прокрутить на 25 лет вперед. А что тогда останется от страны? Если мы теряем Калининград, мы теряем Курило, дальше мы теряем Приморье, а дальше что? Здесь вот какая горестная история. Если что-то объективно должно произойти, то оно раньше или позже произойдет. Абсолютно так. Поскольку Россия, как справедливо замечено лицами наверху, является именно сырьевой супердержавой, то людям, которые держат сырьевые монополии, которые являются фактическими владельцами регионов, где добываются нефть, газ, медь, никель, лес, пушнина, медь. И этим людям экономически абсолютно невыгодно кормить большую часть страны, которая неконкурентоспособна, которая ничего не может такое производить, чтобы оно вообще еще в преступлении ВТО конкурировало на свободном рынке. Это лишнее с экономической, циничной, капиталистической точки зрения населения. И если люди, которые зарабатывают главные деньги, это население отцепят, это будет в их интересах. Именно поэтому сейчас нужно больше социализма, именно поэтому недра должны принадлежать только народу и никак иначе. А что значит, что недра должны принадлежать народу? Это нам с вами, что ли? Это каким образом? Вы знаете, мне очень смешно, но да. А как? Нам дадут что, по стакану нефти и по отрезку трубы? Понимаете-ка, история. Почти во всех нормальных странах недра принадлежат народу. Потому что компании нефтяные и норвежские, и американские, и британские, как это ни смешно, и арабские эмираты и так далее, в основной доле они принадлежат государству, контролируются государством. И этот заход идет в любых государствах. Разница между контролируются государством и принадлежат народу, это очень большая разница. Согласен. Вот вы совершенно согласен. Но дело в том, что при сменяемой партийной власти, не одно партийное всегда, а реально сменяемой, когда одна партия ушла, проиграв, и после этого у нее подчищаются все хвосты, и все, кто должны сесть за преступления, садятся. У нас, конечно, тогда слишком много сажать придется, но достаточно и какого-то числа избранных. В этом случае экономика может быть гораздо более честной. Воры всегда были, есть и будут, но есть какие-то допустимые пределы. Это вот как в организме вашем, моем, любом, есть всегда какие-то бациллы, вирусы. Но здоровый человек, это означает, они в таком количестве и такой силы, что иммунитет их сдерживает на этом уровне, который не мешает. Вот организм ослаб, хоп, они идут в рост. Вот фокус в том, что у нас эти бациллы с вирусами пожирают страну, а в стране стабильные они держатся на уровне, который все-таки не мешает жить. Вот в этом и задача. Михайлович, все-таки вы на мой вопрос не ответили насчет того, что будет через страну спустя 25 лет? Давайте отвечаю. Вот, да, Московская область во главе с Москвой, она где будет? И кем она будет? Здесь нет нефти, газа, леса и пушных зверей, кроме бобров, да, которые сидят по норам. Здесь нет никого. Я подозреваю, что, первое, вариант первый, в течение ближайших двух-трех лет это все-таки все застопорится и рухнет, потому что уровень коррупции, ну, превышает уже тот, который допустим для какого-то нормального функционирования государственного механизма. Тогда все встает и тогда начинается всеобщий кризис. Вот тогда манежка сносит все. Заметьте, вот у нас недавно подписан указ о том, чтобы в 2,5-3 раза повысить зарплату военнослужащим вообще, офицерам в частности. Ну, с одной стороны, это, конечно, предвыборные дела, можно было повышать давно. С другой стороны, насколько я понимаю, это означает, армию надо купить. Армия должна быть более преданна, чем сейчас, более лояльна и управляема, чем сейчас, потому что нищая армия, это источник военных переворотов революции. Мы с вами, как люди, которые историей увлекаются, понимаем, что армия государства, это не наемники. Их нельзя купить, они должны быть преданы. Они должны выйти за идею, а не за деньги. Это не совсем так, потому что, если вы любите девушку, то вам нравится делать ей подарки. Понятно. А если вы не дарите ей даже стаканы газировки, наверное, вы к ней равнодушны. Ну, я думаю, что генералы газировку пьют и пьют в три горла. Генералы, генералы, хотя тоже бывают всякие. Это к тому, что для того, чтобы армия чувствовала любовь к государству, она должна ощущать, что эта любовь сколько-то взаимная. То есть вы полагаете, что армию покупают в какой-то заботе о ней? Армию покупают в ожидании каких-то событий? Очень грубо говоря, думаю, что да. Я думаю, что армии подбрасывают сейчас, армию задабривают, для того, чтобы она была получше и полояльнее. – Михаил Ильич, а когда манежка сметает все, у любой манежки есть лидер, не бывает так, что вышла самоорганизовавшаяся масса народов, всегда должен быть Стенька Разина или Емельян Пугачев. Однозначно. – Знаете, в любой толпе, вот если вы в детстве иногда ходили своим двором, или районом, или школой, драться с соседним. – У нас всегда был вожак, всегда должен быть лидер. Так вот, как только собирается куча, вдруг оказывается, один более лидер и еще несколько подлидеров. Кто-то есть всегда. Там, где собираются тысячи человек, всегда найдется пара-тройка с хорошими лидерскими качествами. Это показали все революции. Это показал 17-й год, 18-й год. Это показал 91-й год и 89-й. Откуда они все взялись? Откуда вдруг же в наши времена, да, выскочили какие-то Собчаки, Поповы, Явлинские, Юрий Власов, штангист, вдруг речь ужасную произнес на Первом съезде. Всегда появляются. Как в свое время в Великую Русскую революцию, Гражданскую войну. Петлюра был какой-то учитель-щитовод. Махно был какой-то хлебороб, который пошел в анархисты и сидел бы всю жизнь. Кто были они все? Какой-то аптекарь Убаревич, какой-то мелкий... Сталин, понимаете? Вы же понимаете, что плодами деятельности Че Гевара всегда будет пользоваться кто-то другой. К сожалению, да. Это следующий этап. А чем тогда это отличается? Просто где гарантия от того, что... Согласен со всем, что вы сказали, что после того, как случаются какие-то волнения, страну опять не наводнят жулики и ублюдки. Коррумпированы еще хуже прежних, потому что эти совсем голодные. Вы знаете, насколько... Неизвестно. Существует довольно много людей, образованных, умных, патриотически настроенных. И честных. По-моему, честных. Вот по-моему, честных. Которые говорят, что когда эта власть упадет, она, если так будет дальше, раньше или позже упадет, и вот нужно не допустить этой анархии, вот тогда нужно ее подхватить, тогда нужно прийти на все места с тем, чтобы устраивать порядок, и эту анархию не допускать. Я думаю, что такой вариант очень вероятен, хотя вариант всеобщей анархии в России можно не исключать. Дайте скайпы нам еще. Максим, ты в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. У нас в стране всегда было очень много людей, которые с умным выражением лица давали советы, как нам устроить Россию. В нынешнее время вы, наверное, преуспели в этом больше всех, забивая эфирные пустоты канала НТВ между рекламными блоками, делая в этом ремесле даже самого Кургиняна. Вам, как гражданину Эстонии, человек, который ни дня не проработал на госслужбе, зачем вообще все это нужно? Это возрастное? Не кажется ли вам, что этим самым вы напоминаете семейного психолога, который ни разу не был женат? Спасибо. Спасибо. Спасибо за честный, спокойный такой вот открытый вопрос, совершенно правильно. Так оно и должно быть. Что я хочу сказать? Что я около 44 лет прожил в Едином Советском Союзе, который не был разделен ни на чего, и до сих пор, как Румата ответил Дону Рэбби, мне с высоты моего происхождения не видно разницы между вами и последним арканарским узречиком. Я сейчас с трудом себе представляю, что Украина или Армения или Эстония – это отдельные страны. Но так оно и есть, тем не менее. Да, конечно. В той стране, в которой я жил, я и работал. То есть можно перечислить. Я жил три года на Украине, 13 лет на Дальнем Востоке и в Забайкале, три года в Белоруссии, 15 лет в Ленинграде, 10 лет в Эстонии, потом развалился Советский Союз. Потом я приватизировал ту скромную квартиру, которая у меня была в Эстонии помененной с ленинградской комнаты, потом я взял эстонское гражданство, потому что возвращаться в Россию в 90-е годы денег не было. Ни у кого из людей, кто не занимался бизнесом, денег в это время не было. Таким образом, если говорить о паспорте, совершенно верно, чудный эстонский паспорт, который в наши времена в русский должен переходить так. Сначала ты визу переводишь в разрешение на временное проживание, потом разрешение на временное проживание в вид на жительство, потом вид на жительство в гражданство, и каждый раз эта процедура сопряжена с определенным сроком и определенным собиранием справок. Вот и вся примерная история. Что касается забивания эфира, вы знаете, какая интересная иллюзия. Если ты в ящике говоришь что-то, что идет поперек некого острого течения, то потом общего течения, когда это оседает в памяти, то кажется, что ты говорил больше, чем было на самом деле. Потому что я потом считал. Я бываю в ящике в среднем 2,5 раза в месяц. Это трудно назвать. Я это знаю, потому что... Что я из него не вылезаю, потому что когда ты месяц сидишь за письменным столом, это нормально и никому не видно, когда ты в месяц высовываешься 2,5 раза в телевизор, ты производишь впечатление... Нет, ну и в качестве комплимента, когда Веллер приходит в эфир, Веллер съедает эфирное пространство, ввиду того, что есть люди яркие, а есть люди не яркие. Михалыч, я вот в чем хотел... Последнее, что там было, нафига надо? Вот это, на самом деле, это самая горестная часть вопроса. Нафига надо? Ну, что касается психолога, который никогда не был женат, да нет, я, наверное, немножко другой психолог, потому что если думаешь о чем-то довольно долго, 10 лет, 20 лет, 30 лет, то иногда приходишь к каким-то выводам, которыми хочется поделиться с людьми, которые думали об этом меньше 30 лет. Существует такая штука, как социальный инстинкт. Именно социальный инстинкт заставляет нас собираться в социумы и стараться занять как более высокое место, как можно более в этом социуме. Это инстинкт, он есть у любых стаяных животных. Но этот же инстинкт заставляет нас ощущать, что общее выше личного, потому что если не выживет стая, то тебе все равно конец. Стая дороже тебя. Ну, человек – существо групповое. Так мы развивались. И вот когда у людей этого ощущения нет, когда люди полагают, что говорить правду вслух в сущность не обязательно, потому что из этого ничего не выходит. Родить за что-то там общее не обязательно, потому что из этого ничего не выходит. Можно позволять лгать кому угодно и не верить абсолютно в то, что говорится. Но ведь сейчас так и происходит. Всеобщая апатия – это именно то, о чем вы говорите. К великому сожалению, то, когда меня спрашивают, а чего это других писателей, ну, кроме Проханова, да, не зовут в эфир, то лично я испытываю чувство огромной неловкости, потому что когда из всех работающих русских писателей, из которых есть десятки хороших, никто не считает нужным и должным говорить правду вслух, а считают правильным тихо ездить на литературные тусовки, тихо писать книги, тихо получать за них премии. Я думаю, это очень горестный аспект писательской деятельности, который до добра не доведет, потому что, если уж на то пошло, то страна и народ без литературы обойдутся, а вот если они накроются, то литературы никакой не будет. Ну, это о первичном и вторичном. Это правда. Михайлович, вы начали говорить о том, что вы жили там, там, там и там. Вот скажите, пожалуйста, а как из этой удивительной массы, я этот вопрос просто задаю людям, которые довольно долго были свидетелями и Советского Союза, и, естественно, нынешнего времени, как из этой удивительной массы советских трудящихся, которые там воины выигрывали, строили города, как в 90-е годы, когда они получили свободу, путем кристаллизации и получилась сборище или там шайка людей, о которых мы сейчас говорим, что они воруют деньги, они коррупционеры, они сидят в министерствах, они сидят в полиции, они сидели в милиции, они сидят в армии. Это они откуда взялись все эти люди? Или это просто худшая часть, которая почему-то оказалась на вершине пирамиды? Я думаю, что мы все когда-то пытались сообразить, каким образом нормальные студентки пошли в проститутки, воспринимая это как нормальную профессию, пошли в этот бизнес. Так легче и так глубже заработаешь. Нормальные доктора наук пошли в олигархи, ворочать делами так ворочать, нормальные спортсмены пошли в бандиты, потому что где-то году в 94-м, пятом слово спортсмен и бандит уже стало почти синонимами спортивной мафии. А ведь в других условиях они были совсем другие. Они работали, они учились, они двигали науку, они потом брызгали на тренировках. Но почему выиграли-то они? Они люди, которые читали Галича, которые пели о Куджау, они-то почему не выиграли? Легко. Значит, сейчас мы, если время еще позволяет, это классно, двинем один замечательный вопрос. Вот, кстати, молодому человеку, и вообще, который сказал, что я часто в эфире, это как Филипп Филиппович, да, у меня семь комнат, и я хочу купить восьмую. Да, я бываю в телевизоре, я очень жалею, что меня не позвали на тех НТВшников, где был вопрос про интеллигенцию, и где они ничего не сказали. Вопрос о русской интеллигенции, вот, ну, 100-летний, что это такое? Фокус в том, что феномен русской интеллигенции это результат столкновения европейского просвещения, европейской свободы слова и духа, европейской честной и трудовой протестантской морали с русской, азиатской, сатрапской, варварской системой правления, вот этой коварной, жестокой, единолично-начальнической. В этих условиях люди просто просвещенные, порядочные, честные, вдруг оказываются в положении моральной оппозиции. Вдруг интеллектуально-образовательный уровень и моральные критерии оказываются в одном флаконе, и они противостоят вот этой азиатской, деспотической, государственной машине. Когда у нас наступили 90-е годы, то оказалось, что интеллигенция растворяется, потому что любой так может высказать свою точку зрения, напечатать что угодно в газете, а хоть зарегистрировать ее сам, интеллигенция стала растворяться. Потому что любой образованный, умный, честный человек может и говорить, что хочет. Сейчас, когда гайки стали закручиваться, интеллигенция стала появляться опять. Так вот, об этих людях. Все дело в социально-экономических отношениях. Самый вопиющий пример, который я на своей шкуре наблюдал. Слушайте, Сергей Сергеевич, вот ребятам по 30 лет, взрослые и матерые мужики, семейные, с детьми, с высшим образованием, хопа, их берут на партизанские сборы. Ну, какие настроения? Ну, жалко, конечно, что два месяца лет, там, август-сентябрь попадут, а с другой стороны, отдохнуть, от жен, пивка попить, оттянуться. И вот мы автобусом, 40 мужиков, еще в гражданском, привозимся за 4 часа в глушь, в лес, в отдельный арт-пол. И вот мы, ожидая, пока нас водят в баню, переоденут, сидим в курилке и курим, троим анекдоты. И через гарнизон идет чья-то офицерская жена. То есть, ну, нормальная какая-то 30 или 40, я не помню, летняя женщина в легком платье со средней фигурой. И вот эти 30-летние семейные мужики, которые ночью, только вот утром, встали из постели с женами, глядя на нее, вот так ведут носы, как дикари, и вдруг возникает голос, слушайте, мы очень сами обалдели, что с нами случилось. Это произошло в мозгах. Мгновенное переключение социальной ролики. Михаил Ильич, я хочу с вами поспорить. Вы знаете как, в моем понимании, русская интеллигенция, это мужчина средних лет, чаще всего, страдающий или не страдающий, я сам страдающий алкоголизмом, импотент, который время от времени пытается заняться проституцией. В зависимости от того, хорошо ли ему плачут. Потому что я иными словами не могу объяснить класс людей, которые были честнее, умнее, чище образованнее, которые в 90-х годах с полтычка отдали власть. Потому что права не дают, их берут. А если вы совесть нации, если вы честь нации, если вы тот осколок европейской культуры в стане азиачи, то что же вы все отдали-то этому быту? Одна секундочка. Я запомнил. По порядку. Так вот, люди в иных условиях делаются иными. То есть мы читаем про 1937 год, каким образом нормальные люди работали расстрельщиками. Мы читаем про 1954 год, каким образом нормальные люди ехали на солину, большинство оттуда не бежали и жили в палатках, там, в премину 40, в казахстанской сепи и так далее. Ведь магнитку строили не одни зыки, ведь энтузиасты тоже были. Ведь были не только те, которых гнали в атаку под страхом расстрела, но павки Корчагины тоже были. Потом начинаются иные условия, и люди проявляют иные качества. Это вроде как в 20 лет под венцом такие влюбленные, а в 30 лет... То есть в 90-х они были настолько слабы, что изменившаяся конъюнктура поменяла их в раз. Значит, по порядку. Если Березовский, ну условно Березовский, символ олигархов, был пробивным, умным, деловитым доктором технических наук, он бы и в академике пробился, и гранты себе выбивал, в новую эпоху самые большие дела можно было делать на ином поле. Он перешел на это поле. Скажем, в сталинские времена генеральный авиаконструктор, это как сегодня Потанин, это как сегодня олигарх, поэтому Микоян своего брата поставил конструктором. Меняются ценностные ориентации. И таким образом быть проституткой стало, во-первых, не стыдно, а во-вторых, доходно. И вот в этом изменении вещей вся порочность, потому что демократическая система, которая сегодня, предположим, подходит Германии или Соединенным Штатам, с их историей, с их традицией, с их протестантской моральной, не подходит. Слушайте, мы ведь не говорим, сколько крестьянской крови в 14-15 веках пролито в Германии, на какой крови стоит подстание. Но тогда получается-то замкнутый круг, потому что если брать сегодняшнюю интеллигенцию протестную, она работает либо с администрацией президента за деньги, либо с западными грантами. А о людях, которые мы только что говорили, которые манежку сделают, на людей, в общем, всем плевать, главное, что есть деньги. Теперь вернемся к интеллигентам. В конце советской власти я терпеть не мог интеллигенцию, потому что она с ее комплексом мне страшно надоело, а то, как нарисовали образ вы, это вылитый в ассесуалий Лоханкин. Абсолютно. Умеется, конечно. Который готов тебя убить за то, что ты не знаешь дату рождения Есенина. Точно. Он считает это преступлением. Точно. Значит, я, когда пытался сформулировать, что меня не устраивает, ведь интеллигенты чудесные люди, у меня получилось так. Интеллигент отличается от просто умного, мыслящего, честного человека тем, что он декларирует, примат, доминирование, главность морали над истиной. И он следует главности морали, если она расходится с истиной. И он не желает слушать об истине, если она расходится с моралью, которой он честно привержит. Ну так вопрос в том, что у каждого своя мораль. Иногда она настолько глупа, иногда человек, который прочитал сотни тысяч книг, он не может даже сформулировать эту мораль. По порядку. Давайте по порядку. Значит, такие читы моральные, как честность, преданность, благо народу, порядочность, ну они вообще понятны. И вот эти ребята, я имею ввиду советских интеллигентов, которые в 92-м вошли в новую эпоху, они продолжали верить, что эта декларируемая модель демократическая, она хороша и правильная. И быстро же они страну по карманам растаскали в 90-х. Дело в том, что вот я еще жил в Таллине, и когда я приезжал в Москву, я жил где-то у друзей, там, по долгу, жить-то было негде. И вот я чудесная профессорская семья, интеллигентнейшие люди. Она профессор русской филологии, он профессор математики. Вот белая русская кость интеллигентская. И вот они заболели, я грипп добыл. Вот я иду в аптеку, в аптеках ничего нету, стоят там какие-то плачущие старушки, для которых нет бесплатных лекарств. Я иду в булочную, там те же старушки, вот какие-то копейки, рубли считают на пол батона. Я возвращаюсь и говорю, что, ребят, то, что сделали наши дорогие младые реформаторы, это, конечно, полная фигня, потому что, ну, думать же надо, они жизни же не знают. Эти люди, зарплаты которых превратились в копейки, говорят, что все правильно, что они правы. Ничего, это надо немного потерпеть. Все делается правильно, и скоро все будет хорошо. Они так, бедолаги, ничего и не помнили. Да, наконец-то мы зажили в эпоху, когда все... Давайте скайп пропустим. Никит, ты в прямом эфире. Здравствуйте, Сергей Сергеевич, здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос о будущем России. Сейчас ведутся дебаты по телевизору, и я бы хотел узнать, в чем будет развиваться Россия. Власть будет вести Россию мудрой политикой, или же все закончится манежками всеми этими? И второй вопрос. Вот недавно, Сергей Сергеевич, Михаил Васильевич, вы были на встрече с премьером, и какие вопросы вы хотели задать, но не смогли, и что бы сейчас вы у него спросили? Спасибо. Сначала о втором вопросе, потому что он проще и короче. То, что я там говорил, оно в сети висит, оно было на сайте московского комсомольца, и еще на каком-то сайте, это называлось типа не то, Путин разрешил Веллеру критиковать власть, или писателю Веллеру критиковать власть. Вот как-то окликнуть, оно и выскочит. У меня не было к Путину никаких абсолютно вопросов. Равно как и у меня. Я не собирался их задавать, потому что когда ты имеешь дело с человеком, прошедшим школу разведки, бизнеса, администрирования, политики, то нельзя же ожидать, что он на публичной официальной встрече, на какие-то острые вопросы будет давать такие интимно честные ответы. Разумеется, это невозможно. Это официально протокольная встреча, поэтому мне хотелось только какие-то вещи сказать. Мне хотелось сказать, что литература все-таки кое-что значит и кое-что из себя представляет. Мне хотелось сказать, что стоять с протянутой рукой стыдно, и никаких просьб о том, чтобы улучшили положение писателей, ни у кого быть не должно. Так несколько встреч до этого уже было, и по-моему, это было постыдно. Мне хотелось сказать, что слова, это совсем не так безобидно, как кажется, потому что за словами всегда встают реальные явления. За словами Алматы вместо Алма-Ата и Таллинн с двумя Н вместо одно, дальше встал развал Союза. Вот эти вот вещи как-то я и сказал. На самом деле, я там же честно сказал, что у меня давно есть мечта собрать все правительство, закрыть дверь на ключ и в течение двух часов читать лекцию о том, что такое жизнь, но пока, к сожалению, не удалось. Интересно, если когда-нибудь удастся, это будет очень интересно. И теперь про то, куда ведет власть. Я думаю, что никуда не ведет, потому что ни у одной партии, никакой внятной программы за 20 лет постсоветской России так и не было написано. Нет никаких конкретных планов и никаких конкретных перспектив. Сложилось так, что, начиная с самого 1991 года, люди, которые могли, стали активно все приватизировать. Первым делом они приватизировали, вторым делом они принимали меры, чтобы защищать все то, что они нахапали. Третьим, они под силовое обеспечение этой защиты стали делать юридическое, по законам обеспечение своей защиты. Вот так сложилось ныне существующее государство. До тех пор, пока не будет проведено радикальных политических реформ, к сожалению, ничего не изменится. А поскольку сам у себя никто ничего не отберет, то, видимо, пока что-то круто не посыпется, то мы будем жить так, как живем. Вот в этом я вам, кому сегодня по 18-20-25, глубоко сочувствую. И за это я у вас прошу прощения. Мне стыдно, что мое поколение оставило вам страну в таком состоянии. Дайте еще скайп, пожалуйста. Александр, ты в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил, два вопроса есть по вашей литературе, по вашим книгам. Один из которых книга «Всё о жизни». Вы в каждой книжке немножко добавляете информации по теории энергоэволюции. Насколько сейчас полно представлена в последней из ваших книг «Человек в системе» эта теория в целом? И целесообразно или нет вводить этот курс, и возможно ли, в школах, в университетах? Я думаю, что насколько это полезно будет при нынешней системе образования. Спасибо. Большое спасибо. Вы знаете, в апреле месяце у меня вышел четырехтомник, который это все суммирует. Он по томам так и называется. Энергоэволюционизм, социология энерговолюционизма, психология и эстетика энерговолюционизма. Там сложено, правда, в ином порядке, с добавлением кое-чего ещё, всё то, что я писал в книгах «Всё о жизни», «Кассандра и человек в системе». То есть это снабжено предисловием, вступлением, литературным обзором, ещё каким-то мелкосправочным аппаратом и так далее. Мне-то самому, разумеется, кажется, что это смысл имеет и полезно, но в противном случае я бы просто этого не делал. К тому, что я наделал за много лет, потому что впервые эта мысль пришла мне в голову в 1981 году, то есть 30 лет, 30 с половиной, уже 30 с половиной лет назад. И мне представляется, что вы простите, ради бога, за то, что я говорю, лучше бы это говорил кто-нибудь другой, но я не виноват. Что это первое и единственное в русской культурной традиции, скажем вежливо так, попытка создания единой философской системы и единой философской теории. Любому охота, чтобы то, что ему представляется важным, изучалось до того, как он умрёт, а не после того. Но эти вопросы уже решает только парень. Михалыч, а вот вы сказали сейчас о 18-летних и 20-летних, а если бы вам сегодня было 18 лет, и вы были бы умным юношей, и всё бы прекрасно понимали, и смотрели вот сейчас эфир с писателем Веллером, из которого следует, что будет Веллер видеть ситуацию так, так и так, и вы как умный юноша, у вас было бы три пути протестовать, вливаться в систему или валить отсюда. Вы бы что делали? Вот Михаил Ниша Веллер 18 лет. 18 лет? Сегодня, в 2011. Понял. Именно 18 лет мне было бы не до того. Я думаю, что я бы без малейшего труда завербовался на какой-нибудь сухогруз. Что такое матрос второго класса на сухогрузе? Да отребия, который за копейки работает. И тогда можно было бы в течение лет полутора обойти... Михалыч. Боже мой, ну это я уже старше. Обойти все порты мира. И тогда можно было бы... Никому не нужен там Бальштовый лес на Амазонке. Правда, там пираньи злые и так далее. И тогда можно было бы посмотреть, в самом ли деле едят всех ли каннибалы на острове Борнео и вообще в Полинезии. И тогда можно было бы посмотреть, чего же там делал. Марков Холл считает, то есть мир в великой прекрасе. Вот в 18 лет меня тянуло куда угодно. А в 25? В 25 это уже другая история. В 25 человек уже зрелый. Но вы знаете, вот в 25 лет лично... Сегодня, в 25, в 2011 году? Да, я завязал со всеми политическо-комсомольскими делами в 21 навсегда. В 25 меня интересовало мое собственное. В 25 лет я бросил все работы, я сел, я решил, что 25 лет пора писать наконец. И пора делать то, что... То есть вы бы и сегодня занялись тем же самым? Думаю, что я бы... Несмотря на несправедливость, то, сё, предрешенность, сидели бы здесь. Вы бы не уехали. Я писателю бессмысленно уезжать. Вы знаете, я Гоголя не осуждаю. Я наоборот с каким-то циничным юмором отношусь к тому, что как только он в 22 года заработал денег на жизнь за границей, он уехал в Италию. И с последующих 20 лет, 18 лет он жил в Италии. А Белинский жил в Зайцбурге и писал ему письма. Это была интереснейшая история. Ну, это разговор о русской интеллигенции. Если бы у нас была система литературных агентов, как на Западе, в Москве я бы тоже не жил. Я бы жил в своем любимом Ленинграде, Петербурге. Ходил бы по этим улицам и тихо бы работал. Вот как-то и всё. Дайте скайп, пожалуйста. Инна, ты в прямом эфире. Здравствуйте, Москва. На связи с его Соболь. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Михаилович. Здравствуйте. У меня вопрос. В одном из ваших интервью вы утверждаете, что если в Крыму, в автономной республике Крым, провести референдум по вопросу присоединения России, то есть Крыма к России, то на полуострове восстанавливается праздник. Мы все знаем, что Крым — это многонациональный край, здесь выше 80 национальностей, 50-60% — это русские, 28% — это крымские татары, 15-10% — это украинцы. Так что же получается? Праздник мы устроим для большей части населения Крыма. Что же делать с братским народом украинцами? Так, может быть, уже отдать Крым Турции, если исторически брать? И такой вопрос. Сколько уже можно делить Крым исторически, и, может быть, уже начать заниматься вопросом благоустройства Крыма? И вот, собственно, мои два вопроса. Доводилось ли вам когда-нибудь жить в Крыму? Как долго это было? И что, по-вашему, может дать Россия Крыму, как в туристическом плане, в финансовом плане? А можно я тебя перебью? А что сейчас Украина дает Крыму в финансовом плане, в туристическом плане? Нет, я хотела конкретно узнать по поводу России. Нет, я хотел бы узнать о тебе в первую очередь. Ну вот, что Украина-то дает на твой взгляд? Ну, сейчас, как развивается, очень сильно туристический аспект в Крыму. Я не беру Севастополь, я беру побережье Крыма. За счет украинцев или за счет русских? Туристический. Да, конечно. И за счет инвесторов иностранных, и за счет украинских, и за счет... А отдыхать кто к вам ездит туда? Больше украинцы или больше русские? Больше сейчас украинцы. Понял. Михаилович, отвечайте. Я просто хотел узнать картину сегодняшнего, я никогда там не был. Вы знаете, так смешно исторически складывается, что только сегодня я стал читать историю Чехии, когда, собственно, Чехия стала Чехией. Называлась она когда-то Моравией. Чехи утверждают, что они боролись с санемечиванием. Если почитать немецкую версию, то германцы туда пришли гораздо раньше славян, и они эту всю культуру и создали. Правда, до них были кельты, но кельтов германцы выгнали, потому что оказались здоровее. Вот так примерно и складывается мировая история. Был когда-то Крым, который принадлежал Митридату, был Крым греческие колонии еще, до этого был Крым, который принадлежал Османской империи, блистательной порте и прочее, прочее. Чей будет Крым еще через 500 лет, совершенно невозможно сказать. Создала ли бы сегодня Россия замечательные условия для отдыха в Крыму, честно вам скажу, лично я сомневаюсь. Потому что я не был в Сочи с далеких-далеких советских времен, и отдыхать мы ездим обычно в Грецию, реже в Турцию, потому что это дешевле, это гарантирование, это как-то просто так приятнее, чище, нормальнее. Причем наших там с каждым годом все больше, в любых местах. Не тянет меня в Сочи нисколько, кто бы там ни строил, какие комплексы. В Крыму я долго, разумеется, никогда не жил. Я был там несколько раз, в очень давние времена, максимум по несколько дней. Так что сказать, что я знаю Крым, разумеется, я не могу. Мое самое яркое впечатление от Крыма в далекие времена, там ялтинская табачная фабрика делала сигареты черноморские, аналог Памира, 10-копеечные. Замечательные были сигареты из очень хорошего, душистого крымского табака. Вот до сих пор забыть не могу. Если мы посмотрим на историю, то получается, что у Турции, Крым отвоевала Россия. Ну и таким образом, как оно развивалось, потому что Новороссия Украины никогда не была. Если мы посмотрим историю Украины и России, то, разумеется, она разительно отличается от официальной истории России, как нам ее всегда преподавали по школьным учебникам. Потому что в те времена, когда Киевская Русь, а также вся нынешняя Белоруссия, Литва и Польша входили в великое славянское царство, русское, польское и литовское, княжество московское было заштатным каким-то залезским, диким, варварским, поганеньким, и никогда культурный центр из Киева в Москву не переходил. Это все уже, знаете, байки великодержавные позднейших времен. Мне просто представляется, что, конечно, раздел Украины, Белоруссии и Польши есть большая трагедия единого в сущности народа, которому, по большому счету, нечего в сущности делить. Мне представляется, что это главное. Дайте еще скайп, пожалуйста. Владимир, ты в прямом эфире. Да. Сергей, привет. Привет. Михаил Васильевич, добрый вечер. Вечер добрый. Особенно приятно сегодня выходить в эфир, потому что, пожалуй, два моих любимых русских писателя встретились. Спасибо. В этой передаче. Михаил Васильевич, спасибо вам за ваши книги. Отдельное спасибо за ваши воскресные радийные эфиры. Вообще, я считаю, что вы один из немногих в нашей стране, кто не боится говорить правду в прямом эфире федерального канала и радиостанции. Это дорогого стоит. А вопрос у меня вот какой. Как известно, в обществе и у критиков неоднозначное отношение к творчеству Сергея Минаева. Кто-то находит его романы потрясающими и превосходными, а кто-то имеет противоположную позицию. Например, я общался с писателем Дмитрием Быковым. Он считает, что книжкам Сергея Минаева место на помойке. Это его право. А какое ваше отношение к его творчеству? Спасибо. Во-первых, спасибо вам большое на добрых словах. Доброе слово и кошке приятно. Что касается говорения правды в прямом эфире. Вы знаете, у нас пока еще никого не посадили даже на сутки за говорение правды в прямом эфире. Хотя многие больше хотели престижно. Да, да, это было бы престижно. У нас за говорение правды максимум, что могут сделать, могут человека, который работает в штате, уволить с работы. Но поскольку люди не хотят в основном увольняться с работы, то в основном они говорят меньше, чем могли бы. Включается вот этот внутренний редактор, чтобы делать карьеру и, не дай бог, себе карьеру не попортить. Поскольку меня неоткуда увольнять, а на книжки у нас пока, тьфу-тьфу-тьфу, и слава тебе Господи, внимания не обращают, ну, книги это же не телевидение, да, не тот охват аудитории, то я же, понимаете, что думаю, то и валю. Я уже намолчался при советской власти. Противное это дело, жить с кукишем в кармане. Зачем это надо делать, если можно, нет. Теперь, что касается книжек Быкова. Дмитрий Быков, мой замечательный, любимый друг, уже 20 лет. Я к нему отношусь вот самым, что ни на есть, лучшим образом. Я у него просто жил в его доме долгими месяцами. Вот там где-то 98-й год, 2002-й, пока, значит, не накопил, не одалживал на собственную квартиру в Москве. Наши с ним точки зрения часто не совпадают. Причем по предметам, где он, вроде бы, должен быть гораздо правее меня. Например, он написал книгу по Пастернаку, книгу, написанную в самых лучших академических традициях, книгу, которая получила премию «Большая книга», книгу, в которой, на мой взгляд, о Пастернаке сказано вообще все, что можно было сказать. При этом лично я никогда не считал Пастернака большим поэтом, никогда не видел надобности о нем писать такую толстую книгу, но это моя личная точка зрения, которая меня может делать уродом в каких-то там глазах. Ну вот я так считаю, а он считает эдак. Точно так же относительно книг Сергея Минаева. Понимаете, у нас какая интереснейшая вещь произошла в литературе в 20 веке. Об этом, насколько я знаю, ни у кого не написано. Все, что я по этому поводу мог сказать, я сказал в двух главах. Одна из этих глав называется «Эстетика дегенерации», а вторая называется «Контра». Вот обе эти главы входят в книгу «Человек в системе», и они же входят в книгу «Эстетика энергоэволюционизма». Все сломалось в европейской традиции после Первой мировой войны. Рухнул романтизм, патриотизм, имперские настроения, викторианская мораль. Рухнуло все. Потому что люди, которые четыре года сидели в грязи вот в этой бойне, они больше в это ни во что не верили. И вот тогда стала возникать «Контр-культура», «Лоуренс с любовником леди Чаттерлей» – это еще светлейшее произведение, а вот Генри Миллер, который стал классиком… А путешествие на край ночи, Селина. Да-да-да-да, контр-литературы. А уж потом, когда померли великие, когда ушли Хемингуэй и Фолкнер, и ушел Сартер, и ушел Пен Уоррен, «И вдруг осталась одна шелупонь, и вдруг я узнаю, что Чарльз Забуковский проходит в американских университетах». А Чарльз Забуковский – это классическая контр-литература, которая сделана про какую-то, я прошу прощения, блевотину левой ногой, и это как раз соответствует интеллектуальному уровню, ну, например, Тины Кандилаки, которая как-то говорила, что она его любит. В этих условиях вдруг литература тусовочно-элитарная, литература коммерческая и литература для нормальных людей, они почти всегда стали распадаться на три части. Вот сегодня главный американский писатель Стивен Кинг, и хоть ты тресни, хотя критика его, конечно, не считает писателем, потому что он какой-то там фантаст, фэнтези, продолжение готического романа «Коммерсант», тем не менее тех, кого критика считает писатель, читать не только невозможно, но в большинстве случаев, на мой взгляд, не нужно. Поэтому появляются вдруг какие-то удивительные люди, вроде Паула Куэльо, который такой писатель-философ для образованщины, как говорил Сунженицов. Именно что для образованщины. Это еще из лучших образцов, это Ричард Бах, чайка по имени Джонатан Ливингстон, это ребята, которые кричали «Революция ЛСД», «Революция хиппи», «Секс на площадях», «Делай любовь, а не войну», вот им это совершенно понятно. Вдруг появляется философ Кастанеда. Если Кастанеда – философ, то я трехступенчатая ракета на Луну, потому что все это для людей, которым философию-то тяжело, а мнение-то иметь надо. Вот так оно все распадается. Таким образом, когда в России также есть, скажем условно, эстетско-тусовочная литература, где люди, как правило, владеют словом, они умеют делать фразу, они умеют сколачивать предложения, а несколько предложений в абзац после пятой страницы читать невозможно, потому что мысли там большой нету, страсти там большой нету, там идет прежде всего вербальный уровень, но вербальный уровень – это только отражение. Вдруг ты читаешь русских классиков, вы знаете, русские классики писали не так, у них было большое содержание. Когда появился роман Минаева, знаменитый и первый «Дух лес», то, что я сказал сразу, что, ребят, если пытаться там прослеживать генеалогию, родство, вот эти вот корни, мы берем по эту сторону рая, Скотта Фитт-Жеральда, мы берем звездный билет Аксенова, я думаю, что скорее звездный билет, мы берем большую пайку Юлия Дубова, которая появилась все-таки почти на 10 лет раньше, мы берем к этому несколько современной лексики, мы это замешиваем в одну краску, вот этой краской написан этот роман. Поэтому говорить о том, что это не литература, вы знаете, в чем дело? Когда-то давно-давно у меня вышла в 83-м году первая книжка, я был приглашен в глубоко высокоумное собрание, зимняя школа физика в Усть-Нарве на базе Института атомной энергии Курчатова. Это элитные мозги страны. Вот они прочитали эту книжку, которая там выбивалась из всего, и пригласили меня. И, среди прочего, мне был задан вопрос, скажите, вот на ваш взгляд, «Жванецкий – писатель?» То есть я как-то растерялся, знаете, и потом нашелся с ответом, потом оказалось, что не я один так отвечал о таких ситуациях. Я сказал, что, я думаю, неважно, считаю ли я писателем Жванецкого, важно, считает ли Жванецкий писателем меня. И вот с точки зрения этой традиционной критики Высоцкий не поэт, с ее точки зрения Маяковский тоже был не поэт, и Жванецкий не писатель. Это относится еще к ряду моментов. Я думаю, что книги делятся на два разряда, хорошие и плохие. Все остальные разделения не имеют никакого значения. С точки зрения эстетской литературы, роман Иминаева – не литература. С точки зрения человеку, которому надо читать, сегодняшняя эстетско-тусовочная литература – не литература. Вот я совершенно не стыжусь того, что когда я хочу что-то почитать, куда-то еду, я иду в магазин, я ищу двух авторов. Один из них – это Даниил Корецкий, что он еще такого навалял, потому что, когда его читаешь, там есть какая-то конкретика, знаток уголовной жизни, сленг такой, густой быт, какой-то сюжет. Он не претендует на большую литературу, но читать можно. Или Владимира Бешанова, который пишет историю Второй мировой войны. Вот про книги, я думаю, примерно так. – Халыч, ну когда-то про вашу книгу, которую, я не знаю, ну, легенды несколько, наверное, все читали, да? Все население, постсоветский Союз. – Ну, все население вряд ли на миллионы полтора вышло. – Ну, больше, наверное, даже, да? Тоже говорили чтиво. – А, вы знаете, вот это мне все-таки не совсем понятно, потому что есть разные литературные стили, есть разные литературные приемы. – Я об этом уже. – И к тем же легендам Невского проспекта есть автопредисловие, автопослесловие, неполная страничка, которые написаны совсем другим образом. То есть там одна длинная фраза, другая стилистика. И критики говорили, вот это, вот это написано хорошо, а вот это, это не литература. Ты раскрывал книжку, показывал ему фразу, говорил, ну, смотри, может быть, это... Ну, это фраза, да. То есть, если ты что-то делаешь очень хорошо, и при этом внешне оно должно выглядеть просто, ты рискуешь, что это примут за приметение. – И согласен, но вот то же самое относится ведь в равной мере и к Буковске. Я Буковский, я не могу сказать, что это человек, на чьи литературные труды я ориентировался. Мне Буковский нравится чем? У него совершенно простая сермяжная рефлексия. Да, он бухнул Бурбона, и он написал вот о своей жизни. Так написан трэш, макулатура, так написан патштамп и так далее. Он так видел жизнь. Миллер писал точно так же, сидя в Париже без копейки денег, он писал ровно то, что видел. Про баб, которые не давали, про баб, которые давали, но которых не хотелось, там все то же самое. Это рефлексия. – Понимаете, что я думаю? Вот когда Стендаль, которому обычно бабы не давали, он страдал страшно, такой был умный, чувствительный, а вот не складывалось, писал красное и черное. Он писал про то же самое, но если человек пишет хорошо, то в книге есть очень много того, чего там не написано. – Михаил, я все понимаю, и согласен с вашим ответом, но вопрос в другом. Вы понимаете, что вот для человека 21 века, при всем уважении к вашим талантам, для него что Стендаль, что Сократ, они жили одинаково вчера, слишком вчера. Он не понимает модели мира того времени, он не понимает модели отношений, она была совершенно другая. А Миллера-то он уже, наверное, не понимает, потому что все-таки это 20-е и 30-е, а вот Буковский поймет. – Знаете, я был сравнительно начитанным мальчиком, но в 17 лет я в школе не понимал, все-таки зачем мы так изучаем классическую литературу, потому что я полагал, что сегодня есть, ну на то время, журнал «Юность», Аксенов, Гладелин, Кузнецов, Штемлер и так далее, вот что надо изучать. Это абсолютно нормально. Я считаю, что каждому овощу свой фрукт и всему свое время. И затем проходит следующее время, и вдруг выясняется, что Гераклит, от которого такие отдельные строчки дошли, был уж такой мудрый, что перечитывать эти фразы доставляет наслаждение. – Ну это вы во сколько лет начали перечитывать? Гераклит-то, ну это уже всяко ближе к 35-ти. – Я в 36 лет не могу перечитывать, читать Гераклиты. – Да, богатя тебе. – А вот китайцы читаю с удовольствием. – Кого? – Китайцы. – Тоже хорошие люди. – А дайте нам скайп еще, вот человек с топором сидит. – Да, с топором, пожалуйста. – А почему топор? – А почему топор? – Палач-то в прямом селе? – А почему ржавый какой-то? – Не, не точно. – Ржавый, потому что в крови. – А, в крови. – Михаил Иосифович, вы говорите громкие слова в поддержку смертной казни. В 21 веке это средневековая дикость. А сами вы готовы стать палачом? Или чужими руками все это будете делать? – Спасибо, понял. – А вы за смертную казнь? – Ну да. – Смотря для кого. – Значит, разумеется, все на свете лучше делать чужими руками, а самому только собирать процеженную прибыль. Но на самом деле, если дело доходит до дела, я считаю первое, почему эта постановка вопроса даже неправомерна. Не обижайтесь ради Бога, я не про вас, это я вообще. Вы знаете, вообще-то мой долг в случае чего это рвать людей на части, отрывать им руки, ноги и головы, выпускать им кишки. Это называется командир батареи ствольной наземной артиллерии. Это совершенно страшная вещь, потому что на что похожий пострадавший от арт-обстрела, это знают только те, кто ходил в военно-медицинский музей или стал в военно-медицинскую энциклопедию. Вещь абсолютно страшная. Если считать, что в случае чего, в случае опасности, каждый мужчина должен быть солдатом, защитником Отечества, то его долг, обязанности, профессия это убивать. Убивать тех, кого ему прикажет командир и делать это грамотно, профессионально, эффективно и храбро. Иначе допадет на него кара его товарищей, как в присяге, которую когда-то в первом варианте Троцкий писал. Я имею в виду то, что жизнь детоубийц, жизнь маньяков, жизнь тех, кто с дубинкой выходит вечером на улицу, чтобы размажить пенсионеру или девушке голову за кошелек, часы и мобильный телефон, эта жизнь ни в коем случае не является священной и неприкосновенной. Я считаю, что когда обстоятельства таковы, что человек режет ребенка и в это самое время закон охраняет священность его жизни, то мы живем в период дегенерации. Это было не всегда, это будет не всегда. Это просто такой период. Я полагаю, что если этого человека отдать в руки родителей растерзанного ребенка, то он будет молить о том, чтобы его расстреляли. Только придется ему гораздо хуже. Дайте сказать еще, пожалуйста. Секундочку. Что касается того, что я сам, вы знаете, кстати, о работе на госслужбе. Нет, я в советские времена работал на госслужбе, потому что все службы были, знаете, госслужбе. Там был вопрос, стали бы сами палачом. Вот, да. Так вот, одна из этих работ, это называлось «Отстрел дикого северного оленя». На самом деле, это не так романтично, это мясокомбинат на выезде. И когда ты разделываешь этого оленя, это неприятная работа, совершенно мясницкая работа. И то вдруг, в какой-то момент ты ловишь себя на мысли, что разделать человека, это мог бы примерно так же, как оленя, только гораздо легче. Потому что там шея тоньше, шкуру снимать с шерстью не надо. Вы страшный человек. Это все, вы знаете, совершенно простые вещи. А вы думаете, откуда берутся палачи? Из мясников. Дайте еще скайпер. Аркадий, ты в прямом эфире. – Добрый вечер, господа. – Добрый вечер. – Добрый вечер. – Двой Сергей Сергеевич. У меня вопрос такой, гостю. Михаил Иванович, как вы думаете, стоит ли простым жителям нашего Отечества запасаться гречкой после увольнения какого-то странного министра финансов и будет ли сразу после выборов вторая волна кризиса? Что нам делать? – Спасибо. – Спасибо. – Я полагаю, стратегический запас гречки в России надо иметь в любое время. – Я полагаю, что запас не повредит. Я полагаю, что психология охотничьей избушки, где всегда есть дрова, патроны, соль, спички, сухари, крупа, это как-то будет не вредно, потому что, ну, все сходятся на том, что после выборов, а затем после рокировки президентов, вероятнее всего, надо ожидать ухудшения положения. Что там будет в перспективе с долларом, что там будет с евро и евросоюзом, но настроения не радужные. После того, как в нулевые годы долго надевали гигантский, то есть надували мыльный пузырь и делали состояние из воздуха, сейчас идет совершенно естественный спад. Ну, как говорила когда-то армянское радио, передав вопрос ленинградскому, пережили мы блокаду, переживем изобилие. Короче, запас не повредит. Дайте последний скайп, пожалуйста. Лидия из Германии. Лидия, вы прямо в эфире. Добрый вечер всем. Здравствуйте. Меня волнует такой вопрос. Распадется ли, может ли остаться Евросоюз в свете вот теперешнего финансового кризиса, который нарастает в ситуации в Греции и я так думаю, что это коснется других стран. Или так вы думаете, или это не коснется тех стран, которые не входят в Евросоюз? Спасибо. Спасибо. Как начинал Эдгар По рассказ «История Томаса как Васа и Сквайра», все великие писатели уже умерли, вот и я что-то неважно себя чувствую. Пессимист отличается от оптимиста взглядами на сроки конца света. Если конец света, завтра пессимист, если через миллиард лет оптимист. Поскольку все союзы, которые заключались раньше или позже, распадались, разумеется, распад ожидает Евросоюз. Имеется в виду, произойдет это завтра, через год или через 20 лет. Я думаю, что еще несколько лет он посопит. Вероятность, конечно, очень велика, потому что вот Греция, чуть-чуть из нее не выпала, и ребята приложили усилия просто на грани человеческих возможностей, чтобы Греция там осталась. Я как раз был в Афинах, когда там была одна из этих демонстраций, и даже немножко понюхал, как пахнет слезогонка. Ребята активно на стройке. Можно я вас перебью? Вот насчет людей и гражданской позиции. Почему акция «Захвати Нью-Йорк, верни себе Мадрид, верни себе Париж» была везде, да? А когда мы говорим, что здесь устали, в России терпеть очень тяжело, все, почему же у нас таких акций нет? Потому что интеллигенция и варварская азиатская система проблем дают тот самый эффект. Не то, чтобы другие, когда так сильно бьют дубинкой по головам и дают по 2, 5, 10 лет за то, что, видите ли, зашли в чей-то кабинет, хотя никого не били, то люди начинают бояться, опасаться и не хотеть получать по голове. У них там к этому все-таки относятся гораздо гуманнее. У них же никто не хватает сороков по 1, 2, 3, 5, 5,5 лет за то, что они вышли на площадь. Если при этом они не громили витрины, не грабили магазины. Но в Риме-то громили витрины и грабили магазины. Да, это правда. В Риме это все-таки было с другой стороны. Ну, а про Лондон это уже понятно, что в Лондоне все было. Но там другая ситуация. В Лондоне за это и сажали, и абсолютно правильно сажали. Там была действительно другая ситуация. Потому у нас не выходит, что выходили ведь, ведь 20 лет назад стали выходить и шахтеры стучали касками на горбатом мосту. Что изменилось в жизни шахтеров? И перекрывали железную дорогу. Ну что, прессовать стали? Каким образом в 17-м году весь народ был на площадях, а в 37-м году народ пикнуть боялся? Кого надо посадили, кого надо закатали в лагеря, кого надо расстреляли. Вот все и молчали. Таким образом гайки завернули, вот и помалкивают. А Россия не может жить без режима завернутых гайок? Вот это ужасный вопрос. Вот этот вопрос совершенно ужасный, потому что с годами приходишь к выводу, что может быть в самом деле в России работает только авторитарный режим и вся надежда на то, что авторитарь будет просвещенным и справедливым. И более-менее числым. Более-менее справедливым, да. Потому что когда нам объявили свободу в 91-м году, вдруг оказалось столько воров, что вот мы с вами до сих пор удивляемся. Михаил Ильич, последний вопрос мой, который меня с точки зрения профессионально интересует. Вы не ведете же блог никакой? Нет, где-то несколько месяцев, пару лет назад пытался, но бросил. Помню попытку эту. Я активно веду Твиттер, менее активно пишу в ЖЖ и в Фейсбуке, но я заметил одну простую вещь. Вы понимаете формат, о котором я говорю? Да, ЖЖ и Твиттер. Да, это я понимаю. Да, вот в ЖЖ можно было написать там сколько угодно, пять абзацев и шесть абзацев. И, но все равно должно быть коротко, чтобы выдать эмоцию и как-то сконцентрировать мысль. Это убивало написание книг, но, в принципе, не очень сильно. Книги можно было написать. Когда ты сидишь в Твиттере и ты пишешь каждый день концентрированно, иногда ты пишешь ахинею, но ты выдаешь мысли, а поскольку 140 символов, ты стараешься, ты не можешь написать больше, формат не позволяет, ты стараешься концентрировать. И вот каждый раз, когда ты вот эти капли сознания, капли энергии выбрасываешь, ты понимаешь, что вот ты вот туда весь и уходишь, что ты не можешь писать. В связи с этим вопрос, вы будущее, про современную. Вы понимаете, что это может все свестись к тому, что люди будут электронно покупать, например, Буковский уже умер хорошо, Брэд Истон Эллис, твиты, избранные. И это будет занимать место на флешке очень мало, и ты можешь просто вот как... Знаете, ведь есть люди, которые вот образованщины та же самая, они не знают, как интеллектуальный уровень повышают, они идут в Википедию или цитаты известных людей. И, значит, их читают. Вот вам не кажется, что литература может уйти к этому и окончательно стать развлекательным жанром. Это ужасная совершенно история. Вопрос впервые был поставлен в 1949 году, не, в 1951, простите, Рейн Брэдбери, 451 по Френдейту. По Френдейту. И тогда это нам было непонятно, еще до телевизоров ни у кого не было вообще. Сейчас это совершенно понятно. Ну, до людей медленно доходит, что они живут в невероятно переломную эпоху. Вот мы сейчас уже давно вступили, сколько-то лет, в невероятно переломную эпоху. Образование схлопывается на глазах. Среднее знание схлопывается на глазах. То есть, в принципе, мы въезжаем в новые темные века, хотя нам непонятно, как это при таком уровне развития науки и техники. Элементарно. Века могут быть темные. Здесь вот какая вещь. Оперативная емкость мозга величина ограниченная. Объем твоих навыков величина ограниченная. Дикарь, который не понимает, что значит читать и писать, так читает следы и различает запахи, как мы не можем. То есть, он воспринимает информацию иного рода и анализирует информацию иного рода. Но объем воспринимаемой и анализируемой информации остается тот же самый. Компьютер – невероятно сложное устройство. И когда люди, вообще-то, с детсадовских, ранних школьных лет научаются владеть компьютером, выбивать из него такое, 17-летние хакеры, взламывают там пентагоновские защиты, это, естественно, делается за счет иной части знаний. Потому что за пределами и своей компьютерной нагрузки они знают гораздо меньше, чем когда-то их сверстники, которые в этом были, ну не просто чайники, вообще ноль, но зато они знали другое. Таким образом, когда у нас стали возникать вот эти краткие переложения каких-то книжек, 20 страниц ты прочитал, и вдруг ловишься на том, что в самом деле вот есть книжки, которые тебе всегда скучно было прочесть, а тут шлеп 20 страниц. Ну да, и готов улиц, да? На счета его читать, если вот она эссенция. Вот, ну для кого-то, да. Хорошо, но есть еще четвертый параметр, о котором вы не говорите, это время. Человек ограничен временем. Что он будет читать, что он будет читать улиц 421 страницу, когда вот она, два абзаца? Вот, вот и это тоже. Это одна, конечно же, из причин того, о чем вы говорили 20 минут назад, что гораздо большим спросом пользуется литература простая, как мычание, которая даже не предполагает раскодирование, которое есть просто передача действительности, поступков, мыслей и чувств, без каких бы то ни было подтекстов. В принципе, это идет к совершеннейшему уплощению, потому что произошло еще разделение литературы на струю постмодернистскую, где скрытое цитирование достигло уже какой-то многоэтажности небоскребов. И на литературу совершенно примитивную, которую взял, прочитал. И вот интернет-литература, к сожалению, с этой литературой смыкается. А развлечений столько, игр столько и так далее, и так далее. Кстати, это напрямую, параллельно с развитием наркомании, потому что бессмысленно бороться с наркотиками, если не поборол причину наркомании, а причина в том, что предложить себя не к кому. Когда люди... Вот это действительно. Точно так. Когда люди всходят на Эверест или в одиночку пересекают океан, в человеке заложена энергия преодоления, свершений, тяга к опасности, чтобы сделать что-то. А делать уже нечего. Вот валяют дурака. Вот такая фаза цивилизации. Михаил Ильич, я правильно вас понимаю, что мы входим в фазу умытых, не всегда причесанных, худо-бедно одетых и иногда хуже или иногда лучше накормленных неандертальцев? Я думаю, что эти неандертальцы сами себя сократят, потому что все цивилизованные народы вымирают с очень большой скоростью. Во всех цивилизованных народах размыта мораль, то есть размыта система императивов и табу, приказов и запретов. Вот этот и делать обязан, а вот этот и делать не смей. Человек 22 века – это помесь ливийца с французом, в одной руке у него автомат калашнику, а в другой мобильный телефон с твиттером. И нет, француз не обязателен. Я думаю, что на смену идет радикальный ислам, потому что радикальный ислам предоставляет системообразующие ценности. Вот это ты обязан, а вот этого ты не смеешь. Это то, что необходимо для структурирования социума, чтобы аморфная масса превращалась в народ с едиными взглядами на жизнь. А у нынешнего народа нет единого взгляда на жизнь. Делай, что хочешь. Михаил Иванович Веллер был в прямом эфире «Минаев Лайф». Михаил Иванович, у нас есть добрая традиция. Каждый гость, уходя из нашего эфира, заказывает песню, которую мы с удовольствием ставим. Так повелось, не знаю даже почему. Любую музыку, какую хотите. Вот так вот легко, да? Вот так легко. Это тогда, простите, один из символов времени на советской пластинке это называлось «Куплеты Бена» из кинофильма «Последний дюйм». По-моему, я не первый. Михаил Иванович, я думаю, что нам будет, если вы скажете, мы попытаемся это в Ютьюбе найти сейчас, но мне кажется, что это будет... В Ютьюбе вы это найдете легко. Скажите еще. В Ютьюбе достаточно набрать «Последний дюйм». Наберите, пожалуйста, «Последний дюйм» в Ютьюбе. 43 тысячи нас сегодня смотрело с вами. Это прекрасно. Для интернета это просто прекрасно. Михаил Иванович, я бы еще сейчас сидел... Реакция на мой заказ напомнила мне объявление «Форда», что предоставляется автомобиль любого цвета по желанию покупателя, при том условии, что это цвет черный. Конечно. Нашли? Ищем? Ищем. Пока ищем. Михаил Иванович, пока ищем. Но вообще, конечно, вы очень редко даете длинные интервью в телевизоре. Одно из моих мечтаний, как журналиста, было сделать длинное интервью с вами. Я не воспринимал это как интервью, мы разговаривали с людьми. В любом случае, мы разговаривали с людьми, но я для себя, например, массу новых вещей каких-то открыл. И знаете, несмотря на то, что вот что у нас получилось по итогу, что достаточно депрессивное будущее, мне все это кажется, мы как-то вырулили. Я думаю, что да. Я думаю, что по сравнению с тем, что делалось в предыдущие века, по сравнению с тем, что было в 13 веке, в 17 веке, во времена Петра и Ивана Грозного, в 18 году и в 30-е и в 40-е годы, сейчас, боже мой, это же делает и все, что угодно. Дайте нам музыку. Тяжелым басом гремит фугас, Ударил фонтан огня, А Боб Кеннеди пустился в пляс, Какое мне тело до всех, до вас, до вас, до вас, до меня. Трещит земля, как пустой орех, Как щепка трещит броня, А оба вновь разбирает смех, Какое мне тело до вас, до всех, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok